Практически в каждом кулинарном рецепте сладкого блюда есть такой ингредиент, как сахар. Некоторые рецепты пирогов и печений начинаются со слов «возьмите 100 грамм сахара». Только вот как отмерить 100 грамм сахара, составители кулинарных книг не объясняют. Думайте сами? Если вы печете просто для семьи на большие праздники, ничего страшного не произойдет при небольшом нарушении пропорций, указанных в рецепте. Но вот тем, кто собирается печь, скажем, на продажу, неточность в количестве граммов обернется жалобами клиентов. Энтен Пепеп? Если сахара положить меньше положенных 100 граммов, блюдо в результате может получить пресным и невкусным. Если отмерить больше, блюдо приобретет приторный вкус. Поэтому любая хозяйка, которая время от времени печет пироги до плюшки, должна знать, каким образом лучше отмерить положенное количество муки, сахара, соли и других продуктов. Научившись отмерять сахар без помощи весов и мерных стаканов, опытная хозяйка сможет на глаз определить, сколько взято сахара. Как отмерить 100 грамм сахара по науке, выручат специальные кулинарные весы. Их стоит приобрести тем, кто занимается выпечкой серьезно и часто. Такие весы имеют небольшую погрешность. Но если нужно отмерить 100 грамм сахара, она не важна. К сожалению, в обычных магазинах кулинарные весы не продаются. Взять их можно у знакомых, занятых в пищевой промышленности. Текст озвучен в Яндекс Клауд. Неплохой помощник – мерный стакан. В любом магазине, где торгуют хозяйственными товарами и посудой, можно купить эту нужную в хозяйстве вещь. На внешней стороне стакана нанесены линии, показывающие объем сахара, соли, муки. Для каждого продукта своя насечка. Ведь 100 грамм сахара не равны по объему 100 граммам муки или крупы пшеничной. Стоит такой стакан недорого, попадется на глаза, обязательно купите. А вот обычные стаканы и бокалы имеют различные объемы, на них полагаться опасно. Текст озвучен в Яндекс Клауд. Отмеряем 100 грамм сахара ложкой ложки чайная и столовая, помогут отмерить 100 грамм сахара без весов. Стандартная столовая ложка содержит где-то 25 грамм сахара, значит берем с горкой 4 ложки. В нестандартную, меньшего размера, помещают 15 грамм. Возьмите 7 ложек без горки, не ошибетесь. Ложка чайная может вместить 7 грамм любого сыпучего продукта. Для 100 грамм сахара требуется взять 14 таких ложек с небольшой горкой. У некоторых хозяек еще с советских времен остались граненые стаканы. В таком стакане, если заполнить его сахаром полностью, умещается 180 грамм. Поэтому просто насыпьте в стакан чуть больше половины. Если сахара до нужных 100 грамм не хватает, расстраиваться не надо. Положите в выпечку чуть больше сладкой начинки и повидло джема варенья. Запись сгенерирована в Яндекс Клауд. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Всем пока.